Алена и Денис познакомились в соцсети в сентябре 21-го. Это была любовь с первого взгляда. Молодой человек с предложением не тянул, признался в своих чувствах прямо в такси. С датой свадьбы определились сразу, верят, двойки принесут им удачу. А сини, говорят, символизирует преданность и крепкий сплоченный союз. Эта дата имеет для нас особое значение, особый смысл, потому что у нас в днях рождения тоже присутствуют и нули, и двойки. У меня день рождения 2-го апреля. У меня 12-го, 12-го. Почитали про эту дату, о том, что это очень замечательная дата для вступления в брак, для построения новой семьи, отношений, что всё будет замечательно. Несмотря на то, что красивая дата выпадает на вторник, зарегистрировать свои отношения в Бобруйске решили символично 22 влюблённые пары. Обычно в будний день 2-3 бракосочетания. Большинство молодожёнов считают, союз, подкреплённый цифрами, получится прочным и удачным. Левая и правая половины дат повторяют чередование двоек и нулей с зеркальной точностью. Такое сочетание возможно 60 раз в тысячу лет. Следующее такое совпадение случится 3 февраля 2030-го. Даже менее привлекательные даты всегда вызывали бум. Например, 7.07.2017 свои отношения узаконили 29 пар. Сотрудники отдела ЗАГС убеждены, ажиотаж вокруг симметричных чисел – дань моде. И не больше, чем просто красивая традиция. Молодожёны уверены, что это будет особенная жизнь, особенная свадьба. Ну, дай бог, пусть так сложится. Мы рады приветствовать наши пары в любые дни недели, в любые даты. Мы приглашаем, приходите, соединяйте с себя в Замегильное. Статистика показывает, обмен кольцами в такую дату – не гарант долгого супружества. 8.08.2008 в Бобруйске сыграли свадьбу 40 пар. 15 уже развелись. Практика доказывает, в браке важны не цифры, а терпение и взаимопонимание. Они уж точно помогут жить мирно и счастливо. Татьяна Горбач, Дмитрий Шевцов, Бобруйск-360. Дмитрий Шевцов, Бобруйск-360.